имеет ли какой-то эзотерический смысл закапывания денежных монет в горшок с цветами недавно в горшке где нет никогда рос но увял цветок нашли две монеты по 2 евро не могу вспомнить подарили ли были этот цветок или уже куплен но и хочется знать это просто ура клад нашли или стоит задуматься зачем и кто это сделал и что лучше сделать с этими деньгами я вам песню спою несите ваши денежки иначе быть беде не горы не равнины и не лес не океан из моря и песков то есть помните этот фильм знаменитый который называется приключения буратины а поле 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 чудес поле чудес стране дураков рэкс пэкс фэкс и почему я спел эту песню что делали код базилио с лисой алисы они что сказали сделать буратино они сказали закопать эти деньги скажите вы когда-нибудь слышали такие слова которые звучат так так закопали фундамент миллионы долларов или ну а как дела дела глина так вот я хочу вам сказать никогда в своей жизни не совершайте обряды по закапыванию денег в землю дело в том что это очень негативно скажется на материальном благополучии вас почему они у вас оказались дело в том что очень часто люди они по наитию начинают заниматься эзотерикой но почему так происходит дело в том что эзотерика это такая наука о тайнам и кажется что тот человек который постигает эзотерические учения он способен быть достигнуть всего что хочется ему на протяжении своей жизни то есть достигнуть реализации человеческой какой это человеческой реализации ну конечно это банальные такие моменты это хорошая семья это конечно же возможности это конечно же может слава почет уважение материальное благополучие свое имущество здоровье конечно на первом месте ну и здесь сразу же хочется подметить и человек вот он тянется к эзотерике потому что ему кажется что это простой путь почему но дело в том что если мы рассмотрим детей которым там 9-10 месяцев и посмотрим к чему они тянутся то обычно они тянутся к розетке правильно то есть ребенок почему-то сам этого не понимаю очень часто тянется к розетке то есть всунуть на пальчик палочку и так далее я даже детям всегда говорил своим ток это вава потому что страшно было но вот но много же игрушек есть и много вокруг всего но почему-то ребенка всегда прельщает самое такое наверное предметы которые имеют максимальную опасность для его дальнейшей жизни тут сразу же вопрос ну почему же так устроено что же притягивает ребенка его притягивает опасность также эзотерика она притягивает людей потому что она и вы должны знать это уважаемые ребята эзотерика опасно для людей если человек почему но она плохая или нет но вы сами скажите электрический ток он плохой или хороший но электрический ток он в общем то очень хороший если уметь им пользоваться если знать как это все устроено если есть знание определенное а люди начинают делать так они говорят но мы как малыши будем совать в розетке что я в этом случае подразумевая или имею в виду они начинают там допустим слушать каких-либо людей которые советуют и дают советы допустим там по сей деньги в горшок поливая его они вырастут сделай это на луну где такие книжки тоже читал почему такое появляется ну на самом деле те люди которые это советуют они никак не связаны с эзотерикой они являются инфобизнесменами то есть они для себя придумывают ни на чем не базирующиеся идеи которые в дальнейшем пытаются вот таким образом продавать страждущим и нуждающимся для того чтобы эти нуждающие страждущие покупали у них с возможностью дальнейшего а там хоть что хотят они пусть то и делают так вот появились публикации в огромных количествах в интернете и там кто на 100 гораст начни поливать денежное дерево посадим монетки в денежное дерево дальше приклеим монетки на денежное дерево сделай сделай дерево на котором повесь монетки это будет привлекать удачу дальше что там я еще видел из рук и забы изобилия который сверху льется деньгами и всем остальным я хочу вам сказать все эти эзотерические практики лживые и они на самом деле очень вредят человеку потому что рассмотрим по очереди когда труп закопали то что с ним происходит если труп закопали то он там в земле распадается и становится частью земли а если что-либо хорошее или плохое положить в землю то что произойдет и хорошее и плохое будет умерщвлено земля большая такая энергия которая все умудряется успокоить и превратить в себя она все поглощающая мать есть даже обряд такой берется рисинка и человеку крест-накрест вокруг бородавочки мамочка или бабушка вот так трет после этого завязывает ниточку красную вокруг рисинки подносит к земле там где есть такая земля немного увлажненная и говорить закапывая в ямочку пусть распадется рисинка и ниточка и бородавочка и после этого ее сажает а теперь вот смотрите человек берет допустим монетку чтобы фактически обозначает магию денег или денежную энергию и после этого ее в землю кладет и эта энергия начинает влиять совпадая с энергией земли каким образом земля поглощает земля истощает земля разрушает таким образом если гипотетический человек берет свои деньги проводит какой-либо обряд о чем-то просит и после чего сажает в куст или сажает куда-то в землю то скорее всего у него не только не будет денег у него категорически надолго может быть даже навсегда этих денег не будет конец ему вообще с деньгами под какое хотите дерево ложить второе второе а минус можно ложить можно ложить настоящую серебряную монету в землю при застройке дома то есть можно закопать в землю серебряные монеты почему закопанные в центре вашего помещения серебряные монеты они отпугивают злые сущности то есть случае если есть там дух этого места если есть дух этого помещения если есть вот такие духи они в общем-то не доказать не опровергнуть их существования невозможно но я в своей практике встречал такие помещения в которых есть прямо настоящий полтергейст то есть часто падают чашки там дети становятся одержимыми сексуальными этом желаниями муж дома становится совершенно неадекватный но выходя на работу становится нормальным это все говорит о том что есть вот такой блуждающий дух обычно эти духи живут либо в чулане где-либо там в подземелье каком-либо либо они в туалете где-то находятся для того чтобы этого не было надо там положить серебряную монетку кстати если муж очень сильно нервный и очень сексуально встревоженный можно так сказать то положите серебряные монетки в туалете и этого человека его отпустит но и вернемся все-таки к теме поэтому в случае если что-либо вы начинаете вкладывать в землю что-либо то то что вы вложили это распадется но и если положить серебряные монеты в землю то этот дом будет освещен духов не будет также можно положить крест серебряный большой серебряный крест но его необходимо положить правильно чтобы голова креста было на юг а ноги на север таким образом будет все добавляться но крест надо выбирать такой чтобы он был с ровными не удлиненными а с ровными краями такими золотые монеты по кругу еще необходимо положить как бы в каждую сторону этого креста монеты золотые а золотые монеты дают благословение земля может это благословение земля на фактически является женским началом золото при этом является надеждами и желанием человека именно поэтому золото вложено допустим землю освещает эту землю а серебро очищает таким образом золотые серебряные монеты можно а все остальные особенно евро и все остальное не стоит ну сполна ответила по поводу обрядов там сверху поливать или представлять рог изобилие об этом я говорил на первой ступени вода она же смывает все но именно поэтому если вода смывает то тогда вода смоет если представлять деньги которые вокруг вас текут то это вода не утекут в никуда а